Добрый день! Очень часто у себя на приеме я слышу такую вещь, когда пациент, страдающий лишним весом, говорит мне о том, что у него очень широкая кость и показывает на свой лучезапясный сустав и говорит, что его обхватить невозможно, поэтому он имеет право на свои лишние килограммы. Действительно, в современной медицине существует такое условное разделение на три типа конституции на астеников, нормастеников и гиперстеников. У астеников эпигастральный угол острый, у гиперстеников, соответственно, он тупой. Эпигастральный угол, напоминаю, это угол, образованный нижними ребрами. То есть по форме этого угла как раз происходит разделение на эти три типа конституции. Дорогие друзья, для того, чтобы пролить свет на этот, я считаю, очень важный вопрос и чтобы не вводить друг друга в заблуждение, нужно понимать следующее, что вес скелета взрослого человека равняется 15 килограмм. Значит, соответственно, у высоких людей этот вес может достигать 18 килограмм, но вес всех костей, то есть если их отделить от всех остальных тканей, составит примерно 15-18 килограмм. Все остальное, то, что мы имеем, то есть распределяется между весом внутренних органов, это посчитать тоже достаточно несложно, мышцами, но и в основном, конечно же, это масса жира. Итак, дорогие друзья, чтобы не водить ни меня, ни себя, ни других, ни окружающих заблуждений, нужно понять для себя следующее, что вес костей, он составляет всего-навсего порядка 15-18 килограмм. Поэтому не надо себя обманывать, нужно определить состояние массы своих тканей, то есть определить массу воды, жира, мышц, то есть понять их распределение, и, соответственно, начать заниматься этим вопросом по трансформации своего тела в правильном направлении. Итак, всего вам доброго!